Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Алтайском крае введен уровень базовой готовности. Что это значит и как это отразится на жителях региона? Судьба праздника. Отменят ли в Барнауле новогодние гуляния? Наркотики, холодное оружие. Что еще можно найти в посылках из других стран? Сотрудники Алтайской таможни рассказали о необычных находках. Семьи мобилизованных освободят от платы за детский сад, а школьников обеспечат бесплатно горячим питанием. Губернатор региона Виктор Томенко поручил принять новые меры поддержки семей, в которых были призваны мужчины. К примеру, пожилым родственникам и инвалидам в таких семьях будут предоставлять в приоритетном порядке социальные услуги. Дети до полутора лет, чьих отцов мобилизовали, получат возможность попасть в детский сад в неочереди. Правда, если в наличии будут свободные места. Бесплатное горячее питание предоставят и студентам очные формы обучения, чьи отцы ушли воевать. Членам семей готовы содействовать и в поиске работы. Для них предусмотрена организация профессионального обучения. Семьям также планируют бесплатно оказывать юридическую помощь. Кроме того, единовременная выплата в 100 тысяч не будет учитываться в составе доходов семей при получении других мер соцподдержки. Одна из обсуждаемых сегодня тем – военное положение. Его президент России ввел в нескольких регионах – в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По сути, в этих регионах и до этого действовал режим военного положения. Однако сейчас его оформляют в рамках российского законодательства. Кроме этого, в большинстве регионов страны начал действовать уровень базовой готовности. В том числе и в Алтайском крае. Что это значит, а также как повлияет военное положение в некоторых регионах на всю страну – об этом нам рассказал политолог Константин Лукин. В данном случае все регионы в России переводятся на так называемые мобилизационные рельсы экономики. И вот базовый уровень готовности для региона означает, что у него будет создан оперштаб во главе с губернатором, куда войдут представители Министерства обороны, силовых ведомств, правительства, депутатского корпуса, который займется непосредственно помощью Министерства обороны в проведении специальной военной операции. И, соответственно, все будет подключено и посвящено именно помощи каждого региона во время СВО. А теперь вся Россия будет помогать, участвовать и делать. То есть действительно для жителей Донбасса и Луганска, которые 8 лет уже находятся в зоне боевых действий, для них изменится не так много, но тем не менее изменится скорее в лучшую сторону. Ведь раньше они были предоставлены сами себе, а теперь все-таки будет оказываться непосредственно и гуманитарная, и финансовая помощь всевозможная. Понятно, что Алтайский край должен заниматься продовольствием и обеспечением. И при этом у нас достаточно много незагруженных производств, которые спокойно могут обеспечивать Министерство обороны и новопредсоединенные территории, и все остальные территории различными. Вот легкое производство мы спокойненько здесь можем, форма, обувь. Вот на ваш взгляд, теперь режим повышенной готовности в одних регионах, режим военного положения в других регионах будет снят только тогда, когда мы достигнем определенных целей, которые ставит перед собой наше правительство, или когда, ну, как-то устаканится ситуация на фронте. Скорее, когда все-таки достигнем цели. Все, вообще, все развитие вот хода СВО, да, показывает, что те цели, которые были заявлены в самом начале, остаются неизменными, и добиваться мы это будем всеми силами. А далее как барнаульцы отнеслись к введению военного положения в некоторых регионах? А что сделаешь? Ну, не знаю, как обычная реакция, новости, новости. Я на новости особо не обращаю внимания. Просто сейчас происходит какой-то ужас в мире, и не знаю, что будет завтра. Все, что не делается, значит, так нужно. Все события, которые происходят у нас, не только в стране, но и лично у нас, происходят не случайно. Возможно, нужно о чем-то задуматься. Сейчас нужно всем сохранять спокойствие и поменьше накручивать себя. Мы же люди как? Слышим сначала о страшных словах, а сами не понимаем до конца, что будет значить, какие действия это приведут. Вводят и вводят. Каждый день что-то новое. Странно, удивительно, непонятно, что происходит. Нормально. Правильно. Почему? Потому что страна в опасности. Все правильно он делает. Без этого никак. Терпеть надо. Победа за нами, все хорошо будет. Празднику быть новогодние мероприятия в Барнауле и по краю решили не отменять. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В Большая елка и массовые гуляния состоятся для детей. По традиции проведут губернаторскую елку и акцию елк о желании. Завтра на Оргкомитете власти решат, как пройдет Новый год в столице региона, сколько будет елок и где их установят. Напомним, ранее в связи с частичной мобилизацией и спецоперацией на Украине некоторые регионы отказались проводить новогодние праздники. К примеру, на Ямале новогодние торжества отменили и затрат на поддержку мобилизованных. Вовремя останавливать кровотечение и успеть довести до больницы. Сегодня в Барнауле прошел семинар ведущих травматологов страны. Ведь сегодня, как никогда, востребованы оперативные навыки оказания первой помощи. Актовый зал медицинского университета. Ведущие травматологи России рассказывают о передовых методиках лечения сочетанных травм таза. Алтайские медики рассказывают о своих. Патология таза хоть и не самая распространенная, но смертность от нее крайне высока. Чтобы минимизировать количество летальных исходов, и проводят подобные семинары. Обмен мнениями приводит к улучшению и алгоритмов оказания помощи, и в конечном итоге повышению эффективности лечения наших пациентов. Поэтому этот семинар имеет не только научную, но и больше даже практическую направленность. У нас будут проводиться мастер-классы на макетах таза, конечностей, где специалисты и нашего края, и ближайших регионов смогут попробовать те технологии, которые изложены будут теоретически на практике. ДТП, падение с высоты, производственные травмы, ранения – все это может приводить к внутритазовым кровотечениям. В этом случае мало того, что требуется помощь целого штата квалифицированных врачей, так еще и помощь должна быть своевременной. Коллеги из Санкт-Петербурга делятся своими решениями. В частности, у нас часть сотрудников внедряют очень активно реанимационно-доскулярную баллону окклюзиоорты на госпитальном этапе. Это установка баллона в аорту для временной остановки внутреннего кровотечения. На самом деле, здесь очень много людей, кто критикует ее, но в умелых руках, даже на поле боя, доказана ее эффективность была. Данная методика поможет довести пострадавшего до медучреждения. Кстати, ведущий научный сотрудник отдела сочетанной травмы из Санкт-Петербурга рассказал нашей съемочной группе, что в свете последних событий идет активное взаимодействие между гражданским здравоохранением и Министерством обороны. В этом году, в сентябре, мы приняли методические указания по военно-полевой хирургии, учитывая наши современные тенденции сейчас, где расписаны основные алгоритмы оказания помощи раненым пострадавшим с различной боевой травмой. Ну и в том числе и с огнестрельными ранениями, минозаревными ранениями и взрывной травмой, которая сопровождается различными механическими повреждениями сегментов и областей тела. Пока неизвестно, коснется ли непростая политическая обстановка алтайских врачей, но в любом случае навыки оказания первой помощи при ранениях лишними не будут. Ирина Корчагина, Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Срочная помощь потребовалась тем, кто помогает сам. В Бийске на бригаду скорой помощи совершили нападение. Как стало известно журналистам нашей редакции, бригада скорой помощи прибыла на вызов к мужчине, которого избили. Когда медики осматривали пострадавшего из соседней комнаты, вышел мужчина и начал нецензурными словами оскорблять врачей. Он попросил всех как можно быстрее удалиться. В качестве аргумента использовал нож. К сожалению, нанес повреждение фельдшеру скорой медицинской помощи и пытался нанести повреждение медсестре скорой медицинской помощи. Сотрудники эвакуировались до одного вызова, но факт происшествия остается. Пострадавший фельдшер был доставлен в центральную больницу города. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. К слову, серьезно могла пострадать и медсестра, но ее собой закрыла женщина, которая тоже находилась в квартире. Бригада покинула помещение и вызвала полицию. По словам главного врача скорой помощи БИСКО, к сожалению, сотрудники скорой помощи регулярно сталкиваются с угрозами в свой адрес. Мы в этом случае работаем в плотном контакте с сотрудниками полиции. Росгвардия помогает, приезжает, потому что люди, к сожалению, разные. Относятся к своему здоровью по-разному. К здоровью окружающих, которых они не уважают, тоже относятся по-разному. Поэтому физические угрозы возникают всегда. А чтобы с применением оружия, ну это крайне редко и всегда печально, нехорошо. К другим темам. Насколько может вырасти доходная часть бюджета края между первым и вторым чтениями? Почему на национальную оборону в краевом бюджете запланирована совсем небольшая цифра? И когда в главном финансовом документе появится строка на развитие науки? Эти вопросы сегодня звучали в адрес министра финансов региона. В Алтайском Заксобрании прошло публичное обсуждение бюджета на 2023 год. Подробности у Татьяны Голубевой. Задача слушаний максимально просто – объяснить представителям различных сфер, откуда бюджет будет пополняться и на какие сферы тратится. Судя по 2022-му, прогнозы благоприятные. Ведь по многим показателям социально-экономического развития регион успешно развивается. В каких-то сферах даже обгоняет российские показатели. В среднесрочной перспективе выше среднероссийских – это инвестиции, промышленное производство и заработная плата. На уровне среднероссийских – сельское хозяйство и потребительский рынок. Напомню, доходы бюджета на следующий год, накануне первого чтения, составляют около 140 миллиардов рублей. Расходы – 153 миллиарда. По традиции, основные статьи расходов – заработная плата и социальная сфера. К примеру, с 1 января зарплата бюджетников вырастет еще на 8%. Социальные выплаты проиндексируют на 5,5. Кстати, краевые депутаты уже проводили консультации, обсуждая бюджет и внесли довольно много предложений по его корректировке. Очень часто звучала тема, связанная с вопросами образования, потому что есть необходимость, к примеру, ремонта детских площадок, детских садов, инвентаризации того, что есть там оборудование кухонного. В сфере культуры тоже целый комплекс проектов, которые необходимо продолжать, или пролонгировать, например, художественный музей, который бы хотелось бы завершить. Эта тема тоже звучала в многих фракциях. Порядка 50 новых совершенно региальных предложений прозвучало. Я надеюсь, что депутаты ко второму чтению положат их на бумагу в виде поправок. Сегодня много вопросов звучало в адрес министра финансов. К примеру, общественник Константин Емешин интересовался, насколько может вырасти доходная часть бюджета ко второму чтению. Практика прошлого года показала цифру 10 миллиардов рублей. Сколько будет в этом, ну, очень сложно сказать. Мы от него потребуем, Константин Емешин, не снижать темпы прошлого года. Министр уточнил, изменения будут зависеть в том числе от поступлений с федерального бюджета, который планируют во втором чтении обсудить только к 22 ноября. Ректор классического вуза Сергей Бочаров интересовался, почему в краевом бюджете совсем не выделяется статья расходов на науку. Министр согласился с отсутствием отдельной статьи и сообщил, что готов вернуться к этой теме. Звучал также вопрос, почему на национальную оборону в ближайшие годы в бюджете выделено совсем мало средств. Полмиллиона фактически рублей. То есть считается, что мы в режиме мирного времени в дальнейшем будем развиваться. Небольшие цифры абсолютно стоят в бюджете. На 98% этот раздел состоит, как и состоял многие годы подряд, из субвенций на осуществление воинского учета в органах местного суммоправления. Это федеральные средства, которые выделялись нам на протяжении, я могу последние 20 лет помнить. В общем, в этом году, как никогда, на слушаниях участники подискутировали, отметил председатель КЗС Александр Романенко. Теперь бюджет предстоит обсудить в первом чтении уже депутатам. Очередная сессия назначена на 27 октября. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Стало известно, что отдельные депутаты Барнаула собираются поднять оклады себе и чиновникам. Вопрос о повышении зарплат рассмотрят на заседании Гордумы в конце октября. Если решение будет принято, то оклады проиндексируются дважды и задним числом с 1 июня на 10% и с 1 октября еще на 4%, всего на 14%. Продолжим выпуск. Барнаул занял 200-е место в рейтинге городов России. Это персональный рейтинг известного дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Всего в рейтинге 328 городов. Критерии, по которым Лебедев оценивал города, весьма необычные. Их всего два. Ничего интересного и стоит посмотреть, раз оказался там. Отметим, что Артемий Лебедев был в столице региона в 2007 году. Тогда вся критика пришлась на наружную рекламу в городе. Зато дизайнер похвалил букву Барнаул. Правда, в то время еще не было набережной и новых лестниц. Первое место в рейтинге лучших городов страны, по мнению блогера, заняла Садко. Это Челябинская область. Далее следует Москва и Санкт-Петербург. Среди других городов Сибири выше Барнаула расположились Красноярск, Абакан, Томск, Новосибирск и Чита. Ниже гор на Алтайск, а вот Бийск на одном из последних мест. Наркотики, холодное оружие – это лишь малая часть того, что находят сотрудники Алтайской таможни в почтовых посылках. Сегодня наша съемочная группа накануне Дня таможенника побывала на Барнаульском таможенном посту. Как досматривают подозрительные посылки из других стран – об этом в сюжете Валентины Аскеровой. Служебная собака, красавица Несси, по запаху находит запрещенные вещества. Сотрудники таможни проверяют не для контрабанды. Алтайские таможники и их четвероногие напарники в обязательном порядке досматривают подозрительные международные посылки. У нас, допустим, данная служебная собака, Image of Greatness, такое громкое имя, она поставлена на наркотические сильнодействующие вещества и на поиск табачных изделий. Есть собаки, которые поставлены на поиск денежных знаков, на собаки, которые поставлены на взрывчатые вещества. Бытовые ножи, сильнодействующие таблетки, медицинские приборы также запрещены к ввозу в нашу страну. Например, у нас был случай, когда пытались ввести эндоскопы, выдавая их за товары, предназначенные для личного пользования. Множество вопросов вызывают посылки, якобы предназначенные для личного пользования. Таможенники их тщательно изучают. Мы же начинаем проверять, действительно ли это товары, предназначенные для личного пользования. Чем Иван Иванович докажет, что это личное пользование? Частота перемещения не вполне разумна для потребностей одной семьи либо одного человека. Что находилось в предыдущих посылках? Что находится в этой посылке? Если мы будем делать вывод о том, что Иванов Иван Иванович слишком часто получает однотипные товары, однородные товары, товары, относящиеся к одной и той же категории, то мы можем сделать вывод о том, что это коммерческое декларирование. В таком случае человек сможет получить посылку, но уже с уплатой всех госпошлин, от которых он пытался уклониться. Таможенная служба напоминает, что сегодня без пошлина можно возить не более 31 килограмма. При этом стоимость посылки не должна превышать 1000 евро. Кстати, на Барнаульском таможенном посту проверяют не только посылки, но и автомобили из зарубежных стран. Имеются ли номера и соответствуют ли объем двигателя тому, что заявлено в документах. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. А теперь к новостям спорта. Большой баскетбол вернулся на Алтай. Команда Барнаул сыграла свой первый домашний матч в рамках Суперлиги-1. Против наших выступила команда из Краснодарского края «Локомотив Кубань». Чем закончилась встреча, знает Дмитрий Дроздов. Первая домашняя игра БК Барнаула собрала полные трибуны. И причина не в том, что руководство клуба решило сделать сюрприз болельщикам в виде бесплатного входа. А наши зрители попросту соскучились по баскетболу. И в этот вечер игроки их не разочаровали. С первых минут наши взяли преимущество в матче, но гости все время были на хвосте. Благодаря упорству игроков и македонского специалиста «Локомотива» Танни Спасева. В баскетболе игра никогда не идет по прямой, по восходящей или по нисходящей. Она идет по синусоиде, где-то есть взлеты и есть падения. И получилось так, что ребята молодые, энергичные, они перехватили инициативу в какой-то момент и возвратились в игру и вышли в овертайм. Важно отметить, что овертайма могло и не быть. Благодаря точному броску нашего игрока за одну секунду до сирены счет стал равным 88-88. Вот здесь-то болельщикам и пригодился валидол. В овертайме наши собрались и дожали южан. Тяжелая победа хозяев 105-97. Мы не расстраиваемся, мы продолжаем биться дальше. Мы хочу сказать спасибо за фрием. Была возможность прогуляться по Барнаулу. Очень красивый город. И очень приятно было видеть переполненные трибуны болельщиков. Следующую игру в Барнаул проведет на домашней площадке в субботу 22 октября против одного из лидеров Суперлиги – Московской Руны. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время. Ну а я напомню, телефон редакции 205-545. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.